С вами профессор Гуглов и всем привет! Реклама существует столько же, сколько и человечество. Например, в древнем Китае была устная и музыкальная реклама, которая завлекала покупателей сладостей. Примеры политической рекламы были найдены при раскопках на руинах Помпеи. С того времени она стремительно развивается и уже сильно изменилась. Реклама, которая воспринималась в прошлом как нечто обычное и привычное, сегодня оказалась бы просто запрещена, так как воспринимается неприемлемой в силу разных причин. И сегодня мы с вами поговорим о 10 примерах старой рекламы, которая сегодня повергает в шок. Номер 10. Кокаин – это лекарство. Эта реклама – одна из самых старых в нашем обзоре. Так как в ней изображены беззаботные дети, значит она адресована разновозрастной категории населения. В то время кокаин легально продавался и использовался для приготовления оптичных лекарств с обезболивающим эффектом. Кстати, в первой рецептуре Кока-Колы тоже присутствовал кокаин. Номер 9. Сигареты для лечения астмы. Очевидно, непростые сигареты рекомендовались для лечения подобных заболеваний, а те, что состояли из набора разных трав, способных снять неприятные симптомы болезни. Так как сигареты имели множество побочных эффектов, то реклама была запрещена. Номер 8. Газировка для детей. Трудно поверить в то, что когда-то взрослые поощряли употребление детьми газированных напитков с высоким содержанием сахара, о чем свидетельствует эта реклама. Будем верить в то, что люди тогда были менее проинформированы и более доверчивыми, чем сегодня. Но и многие современники продолжают употреблять подобные напитки и давать их детям. Номер 7. С ней справится даже женщина. Не всем под силу справиться с крышкой. Эта привлекательная реклама посвящена крышке нового поколения. Суть в том, что женщина может оказаться просто неспособной открыть ее. Если бы такая реклама появилась сегодня, то женщины ополчились бы против нее. Номер 6. Женщины и животные в шоке. Как мило, женская голова и коврик из шкуры тигра под ногами мужчины, как трофей у ног победителя. Суть рекламы в том, что женщина должна быть поражена выбором брюк мужчины, и что готова стелиться под его ноги, как коврик. Номер 5. Что подарить на празднике. Интересно, кому в голову придет подарить пистолет на празднике? Сегодня такая реклама могла быть интересной только в определенных кругах. В любом случае, реклама оружия сегодня неприемлема. Номер 4. Польза от телевидения для выпускников школ. В то время телевидение только развивалось и часто было в диковинку. Эта реклама является еще одним примером того, что сегодня не может считаться нормой в нашем обществе. Хотя дети никогда не будут против того, чтобы посмотреть телевизор вместо уроков, утверждая, что это приносит им интеллектуальную пользу. Номер 3. Курение полезно. Ни один порядочный доктор не пропишет своему пациенту сигареты в качестве лекарственного средства. Если бы кто-то себе такое позволил, то меньшее, что его может ожидать – скандал. А в то время люди искренне думали, что курение полезно для здоровья. Номер 2. Самоубийство и шампунь. Ужасно осознавать, что когда-то люди легкомысленно относились к теме самоубийств и даже позволяли себе купить по этому поводу шампунь из рекламного ролика. Неужели подобная реклама сегодня сможет заставить кого-то приобрести рекламируемый в такой способ товар? Номер 1. Малолетний и неуместный. Эта реклама никого не оставит равнодушным. В свое время реклама «Лаус Бэби Софт» была размещена в ряде детских и подростковых журналов. Она пропагандировала детскую сексуальность. Сегодня бы ее сочли бы не только неприемлемой, но и даже незаконной. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok